Спасибо. 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 Здесь нет последовательности, так что если кому-то захочется какую-то хронологию выстроить, вам это не удастся. Я запутывала следы, чтобы никто еще не понял, что в самом деле, откуда, кто, чего. Здесь почти нигде не указаны годы для того, чтобы все-таки любая чужая жизнь, мне кажется, должна оставаться загадкой. И хоть какую-то там створочку я бы приоткрыла, но все-таки большая часть жизни, она все равно будет всегда закрыта от чужих глаз. И не только в это же дело, не будешь я такая, а потому что все такие. Никто не будет приоткрывать полностью, потому что это не нужно просто, просто не нужно. А зачем трясти всяким бельем, которое в общем ни к кому отношения не умеет. А здесь какие-то такие базовые вещи, которые не только в моей жизни имели значение, но и в жизни тех людей, о которых я писала. Конечно же, толчком послужил разговор с мужем Стром и Козаком, который я записала уже тогда, когда его не было. Это было толчком. И я вот как-то так быстро это написала, потому что мне было легко это написать, потому что мне нужно было ему еще что-то в догонку сказать. А потом это потянуло за собой какие-то другие вещи, другие воспоминания, другие необходимости сказать, потому что здесь я много пишу о своих педагогах, о людях, которые меня воспитывали, ну естественно о маме, поскольку это такая, в общем, для каждого человека, я думаю, главная часть жизни. Все по-разному, конечно, бывает, но если проанализировать, все равно все корешочки, они находятся там. И если правильно провести анализ, то я думаю, что каждый из нас может понять и разобрать, что все, что с нами происходит, и плохого, и хорошего в жизни, все имеет корни в детстве. Просто не каждый из нас умеет анализировать это, и не каждый из нас прочитал всякие книги по психоанализу, и психотерапии, и по психологии. Но, в принципе, в этих книгах можно подчеркнуть то, как это нужно делать. Потому что это нужно делать еще и для того, чтобы просто какие-то вещи в себе понимать, чтобы понимать, не пугаться собственных поступков. Понимаете, иногда же пугаешься, как я могла это сделать, как же так, как же я не могла найти верного пути, как же я обидела этих людей, которых я не хотела никогда обижать, что во мне проснулось такого ужасающего, что я этим людям нанесла боль. И когда начинаешь это отматывать, ты приходишь в детство и понимаешь, что вот там что-то с тобой произошло такое, что в результате через 40 лет жизни вышло вот в такой вот, может быть, прекрасный поступок, а может быть, ужасный поступок. Потому что я пишу о всяких своих глупостях, таких серьезных, которые тоже в моей жизни происходили, и глупости, и неприличности. Но это нормально, поскольку я очень темпераментный, и если я уже делаю глупость, то это такая глупость, что она забредельная. Вот. Так что это прежде всего про людей, которые были рядом, и которым я благодарна за то, что они были рядом, и которых я чту, и буду почитать до конца своих дней. А теперь вопросы. А слышно, я тебе не прощаюсь. Слышно меня? Да, я слышно. Слышно, слышно. У нас на работе была командующая полоса. Слышно, что мне надо. Да. Можно я? Обязательно. Я готовилась. Я прочитала книжку «На одном дыхании». Ну, не могу не сказать вам своих слов восхищения. Я вот первый раз, ну, так нет, конечно же, первые были служанки, но потом я все время вспоминаю вас и спектакль «Соломея». Это совершенно в то время ужасающий сцене театра «Гоголя». Она такая была убитая, и вообще весь театр. Да, да, да. Ну, вот тот мой восторг, который я принесла за все эти годы вашим действительно темпераментом, это зашкаливающие энергии в те вообще непростые годы, хотя они для нас, для нашего с вами поколения оказываются достаточно, не то что достаточно, а просто необыкновенно прекрасными. С 90-е, да? Да, да, да. С 90-е, да? Вот, и, конечно же, особый такой, не знаю, кто вот прочитал книжку, я прочитала, очень такой для меня был живой, нашел в моей душе, тоже вот в том детстве, отрывочек про общественную баню. Прямо необыкновенно что-то. Вот, и тоже я так выступаю. Это правда, да? Это правда. Я читала, и у меня прямо вот так, у меня в Краснодаре это все было с бабушкой. Меня просто, ну, вообще прошли. И большое спасибо за воспоминания о Кавказском Миловом Круге, который тоже этот спектакль из меня просто что-то вытащил непонятное, при том, что в том возрасте и мало знали, и мало понимали, но это вот то, когда эмоция рвет в себя, да? Ты можешь чего-то не понимать, но ты понимаешь, что это высокое искусство, и искусство, и жизнь, которому надо поверять этим искусством. Вам большое-большое спасибо. Всем желаю восхищения и радости от общения с этой книжкой. А вопрос у меня, ну, такого вот горького тоже много в этой книжке. И вот для меня, наверное, это такое возрастное. Вот есть... А что, разума, вы в возрасте? Не говорите такое. Какой ужас. Да. Что вот о том, что ушел камертон, вот что наши учителя уходят, и вот этот ушел камертон, и не с кем, вот как будто бы что-то теряется. И вот эти слова совершенно бесподобные, да, которые вы со мной привели, что не тянем-тянем, слово залежало и говорит, и вяло, и темно. Как нас чествуют, как нас жалуют. Нету их, и все разрешено. Это, ну, в общем, тоже до боли, прям на какой-то до слез. Вот как вы думаете, ну, все-таки кто-то на этой, так сказать, площадке нашего камертона и в театральном искусстве, и вообще в нашей жизни, ну, все-таки кто-то остается? Или мы будем ждать, когда мы бы взрослеем и станем таким камертоном для... Александр Васильев. Александр Васильев. Александр Васильев, я сейчас нахожусь в том возрасте, вместе с Сашей. Когда уже мы стали мастера, на которых равняется. Но я-то не понимаю, что я мастер. Мне-то кажется, что мне еще учиться учиться. И для меня есть люди, у которых я учусь. Это и Алла Борисовна Покровская, и Константин Аркадьевич Райкин, и Вова Машков и так далее. Их много этих людей. Но я не чувствую, что я могу стать рядом с ними. У меня нет такого ощущения. Я себя чувствую абсолютно ученицей. И может быть, это хорошо, а может быть, не знаю. А может, это плохо, да. Вот Саша говорит, что это плохо. Иди сюда, Сашуночка. А тебе поставили струк. А? Спасибо большое. Спасибо. Мы уже начали без тебя и уже перешли к вопросам. Ты хочешь чем-нибудь спросить? Я хочу. Я хочу, во-первых, поздравить Аллу Михайловну с ее прекрасным достижением. Потому что книга – это всегда достижение. Это всегда новая века в жизни. И с сегодняшнего дня начинается новая судьба. Все будут совершенно по-другому относиться к творчеству Аллы Михайловны, потому что они прочтут то, что она думает о себе, ее языком, ее взглядом, ее ритмом. Это очень-очень торжественно. Затем здесь прекрасная иллюстрация. Здесь замечательная обложка. И Алла Михайловна, я думаю, предстанет перед вами как мастер наизнанку. Потому что здесь она свою душу вам выкладывает именно в том контексте, в котором она это представляет. Это очень важно для такого мастидного автора. Часто авторы не представляют своей значимости. Алла, вот в том числе, она стоит здесь и говорит, «Я ученица, ученица. Ученица не ведет курс в ГИТИСе. Ученица не ведет курс в МАМХАТИ. Ученица не ведет кафедры в ГИТИСе, кафедры в МАМХАТИ. Ученица не ставит спектакли на ведущих сценах мира. Алла Михайловна работала в Грандопера, в Лас-Скала, в других театрах европейских стран, ставила спектакли в Риге и очень много. В художественном театре. Это вам тоже, извините, не хухры-мухры. И мы здесь находимся сейчас все-таки в историческом фойе. И на нас сейчас смотрят великие люди со стен. Они смотрят и ставят под сомнение каждое наше слово. Поэтому вот этой книгой, этой книгой они тем самым Аллу Михайловну принимают в их ряды, как маститого автора. Поэтому я ей, конечно, не советую в дальнейшем считать себя вот только ученицей, потому что есть такой срок, когда пора заканчивать учиться, надо учиться. Так вот, Алла Михайловна сейчас учит и учит доброте, учит справедливости, учит любви. Ведь, знаете, все ее произведения, я могу говорить долго, только об одном. Всегда про любовь. И поэтому у нее часто постановки так и называются. Любить. Грезы любви. И даже ее бал 20 века только про любовь. Это все решено через любовные истории. Иногда счастливые, часто несчастные. Потому что у любви, как правило, такой конец. Кто-то уходит, даже если любовь была счастливой, люди прожили 60 лет вместе. Кто-то уходит раньше. Всегда конец несчастной. Не бывает любви с великим счастливым концом. Ну вот так выходит. И Алла Михайловна певец этого настроения. Поэтому, если говорить о ее душе, то это душа, открытая для любви. Я думаю, что эта книга как раз об этой любви очень много нам рассказывает. Я закончу. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, мы обращаемся. Вопросы. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за книгу. Вопрос такой. Вы одно время снимались в фильмах нескольких. Вот сейчас вас приглашают в фильмах. Насколько я знаю, вы над «Дамой Пика» работали в прошлом году. Можете немного рассказать, если действительно так. Еще второй вопрос. Вы ставили спектакли по всему миру. Были ли проекты, связанные с постсоветским пространством, например, с Казахстаном, с Латвией? Латвия, я в Латвии. Литва. Литва. С Казахстаном что-то было связано? С Казахстаном ничего у меня не связано, кроме… Пока что мы ждем предложения. Вот. Мы с Сашей ждем предложения. Мы с удовольствием туда просто поедем. Правильно, Саша? Таджикистан, Турмения, Таджикистан и Киргизия. У нас не охвачено еще огромное количество бывших республик Советского Союза. И это все будет. И очень скоро. Не знаю, насчет «скоро». Насчет фильмов. Да, я периодически захожу на эту территорию. Это не самая для меня интересная территория. Ну, периодически я туда захаживаю, потому что меня уговаривают мои друзья, типа Паши Лонгина. Интересно, я тоже работал с Ирочкой Генцлер. Да что ты? А что ты делал? Я делал с ней постановку во Флоренции, в Италии. Правильно. Молодец. Да, пожалуйста, будьте добры. Я хотела бы узнать, а вы вот сами будете, как обычные люди, в театрах ходить? Нет, мы не на работу. Вы понимаете? Вы знаете, что? Бесконечно. Я бесконечно хожу в театр, потому что я вынуждена ходить, потому что мои ученики, которые работают во всех театрах Москвы, зовут меня. И я очень часто их обижаю тем, что я не успеваю, но я стараюсь ходить, потому что, ну как, если ты их как-то воспитала, то уж надо посмотреть плоды их деятельности. А если быть не по ученикам, а вот по выбору, пожалуйста, побольше? Не получается, не по учеников, куда не придешь, везде ученики. Ну, конечно, я хожу, потому что есть режиссеры, которые мне интересны, есть артисты, которые мне интересны. Назвать режиссеров и спектакли назвать? Ну, как спектакль? Зачем? Мне все интересно. Мне даже неудачи интересны, потому что, если это неудача талантливого человека, это тоже безумно интересно, потому что, проанализировав, можно очень многое для себя уяснить. Спасибо большое. А кто из артистов вам наиболее интересен? Что, 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 кто? Кто из артистов современных вам наиболее интересен? Да все мне интересны, потому что нет недалантливых людей, понимаете? Если кто-то еще пока не вскрыт, то есть надежда, что когда-то их вскроют. Все зависит от режиссера. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сами очень красиво. Спасибо большое. Я всегда вам восхищаюсь, и книгу, которую я взяла в руки, она тоже сразу бросается в глаза своим контрастом, потому что вы здесь очень красиво, а почему-то картинки у вас все черно-белые. Это связано от того, что это память? Издательство и эпоха. В ту пору, когда создавались эти фотографии, не существовало черно-белой печати, это фотографии, начиная, извините, наша эпоха 60-е, 70-е, 80-е, какие цветы фотографии? А затем формат этого издания не учитывает цветные, это же такая серия, она делается такая. Вы знаете что, меня спросили, что я хочу, цветные или черно-белые? Я хочу черно-белые, мне кажется, что это правильно, элегантно, и я не люблю цветные фотографии, а мне тоже так кажется. И вот такой вопрос, я читала, что вы писали эту книгу, по-моему, около двух лет? Ну, полтора года, да. И вы все писали от руки, значит? Да, я вам не обманываю, вас не обманываю, а что тут такое? Нет, ну все печатают. Печатают в смысле? Нет, это тогда долго у меня получается, мне легче вот так. А потом, правда, когда открываешь эти листочки, берешь, ничего не понимаешь, что там напишешь. Потому что у меня ужасный почерк, как у любой девочек, которая училась в географическом училище. Как у врача. Как у врача. Кто еще хочет вопрос спросить? Вы говорили, что первый отрывок, связанный с романным познакомом, вы написали очень быстро. Да. Остальные, видимо, писались труднее и медленнее. Были моменты, когда вот эпизод уже отписан, отложен, прочитан, нет, это нужно переписывать заданно. Не какие-то там предложения с фразами, а вот так, чтобы переосмысливать. Ничего такого и не было. Я ничего не переписывала, ничего не перечеркивала. Вот так, как и было. Вот я, конечно, все это 200 раз перечитала. Спасибо большое. Я ничего не вычеркнула. Но я там, компьютер-то работал сразу, как писала рука. Поэтому ничего лишила. Не было в результате. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы так просто выглядите. Спасибо большое. Для своих семнадцати. Нет, вообще, спасибо очень. Женщина молодая. И хотелось бы спросить, как вы, вот у вас твой труд, чтобы так хорошо выглядеть, или это все-таки генетика? Чтобы хорошо выглядеть, конечно, надо трудиться. Это, прежде всего, количество еды, съеденной в течение суток. И еще хотелось бы спросить, может быть, не в таком ключе, как спросили любимые и нелюбимые, но если говорить о спектакле. Но вы не могли бы сказать, например, один или два спектакля, которые произвели на вас впечатление неважно по-хорошему того, именно вот как-то запомнить, произвели, ну, там, за последний год-полтора. За последний год-полтора. Их много, их очень много. Очень много. Потому что даже в каком-то не самом, может быть, удачном спектакле может быть какая-то замечательная актерская работа. И все это производит впечатление. Поэтому я вообще очень благодарный зритель. Я знаю, как это все, каким трудом это дается. И поэтому я счастлива воспринимать это вдохновенно. Даже доигрывать за артистов то, что они не сыграли. Да, пожалуйста. Добрый день. Я эту книжку не читаю, с удовольствием не прочитаю. Во-первых, ну, спасибо, что вы это писали. Я думаю, что это очень интересно. И в продолжении вопроса об интересных спектаклях, ну, я хотела бы спросить, вы сказали, что вам интересно все, это великолепно. Спектакль Рудольфа Нуреева в Большом театре? Я не ходила на это. Нет. Было бы интересно, потому что он не был. Поэтому я и не ходила, чтобы меня все спрашивают. Вы говорите, что даже в неудачном спектакле можете найти что-то, что вам осветит, так сказать, все остальное. Есть ли для вас какой-то внутренний критерий, удачно или неудачно, к своей работе, к чужой работе? То есть вот тот тундлер, когда вот здесь уже получилось, а вот здесь еще не дотянули. Есть какая-то формула? Ну, формул никаких нет. Каждый раз, для каждого спектакля ты изобретаешь что-то новое, и каждый раз ты начинаешь с нуля. Тут, вот Сашечка, совершенно, наверное, вот какого-то другого мнения, но вот я начинаю, во-первых, я всегда нервничаю. И когда я иду на репетицию, я ужасно нервничаю. И когда я иду к студентам, я нервничаю. И каждый раз говорю себе, ну что ты нервничаешь, ну ты преподаешь до 22 лет. Уже, уже 30, я даже не могу сказать, а сколько? 28 лет, как я преподаю, вы знаете вообще? Ну что уже, ужас, ну что уже нервничать. Пенсия будет хорошей. Придорога стажа. Да. Дальше 13 лет. Ошибаешься. Больше, конечно. Больше, больше. Я тебе пока расскажу. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что вот это качество, которым я очень дорожу, потому что я очень боюсь. Вот какой-то был, какой-то у меня был день, когда я совершенно так спокойно заходила на все репетиции, на все встречи. И вдруг я подумала, а что ты я такая спокойная. Меня это так испугало. Думаю, ну и как же, я теперь что буду? Типа, как мая пришла, слушайте меня, я сейчас все скажу. Я этого очень боюсь. Я этого боюсь, потому что в этом есть какая-то, как будто ты уже все прошел. Остановка. Да. Ну не остановка, а вот ты уже прошел все пути. А я не думала, что я прошла, а я еще очень мало прошла. Я так кажется. Да, Саша? Вы с тобой еще молоденькие. Так, да, пожалуйста. Огромное спасибо за мнение, потому что такая мера доверия всем нам. Рассказать что-то внутренне себе все равно с загадками все-таки. Это очень здорово. Я представляю, как это вам все-таки шаг. Зачем? Но тем не менее вы это сделали. Я просто вас сильно поздравляю со всеми вашими работами, будущими работами. Может кто-то, прочитав сценарий, захочет фильм снять? Как у тебя будет? Будем обсуждать? Будем обсуждать? Да. Зависит от гонорара. Он человек материальный. Понимаете? Он все реально, материальный. Вы все про какие-то мыльные пузыри. А человек конкретный. Он же как друг. Он так хорошо называет. Саша действительно друг. Фантастический. Потому что… Мы не ругались ни разу. Даже дело не в том, что мы ругались. Потому что можно с другом ругаться и иногда, может быть, побить друг другу морду. Но… Это у нас впереди. Но Саша… Вы знаете, что… Это безотказный человек. Когда к нему обращаешь… С любой просьбой, с любым советом. Потому что, в отличие от меня, которая написала первую свою книгу, Саша написал 33 книги. Тридцать шесть. Тридцать шесть. Тридцать шесть. Высчитай. Тридцать шесть. И поэтому я по каждому вопросу звонила. Саша, скажи, пожалуйста, а как это делать? А вот это как делать? А вот тут что? Всегда точные советы. Всегда скажет. Всегда поможет. Всегда скажет, к кому обратиться. Удивительно. Потому что при той занятости колоссальной, которая у него есть, он никогда не скажет… Ой, сейчас я не могу. Подожди. Перезвонить через два дня. Никогда этого быть не может. Это удивительное качество. Большая редкость. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, Анна. Скажите, пожалуйста, а вы любите Аберетту? Да. И ходите и ходите, или вы в этот театр? Я в этот театр не хожу, потому что это уже не та Аберетта. Я люблю Аберетту такую махновую, замшелую. Сильвы. А? На уровне Сильвы. Ну, который сейчас… Сильвы – это не замшелая. Я имею в виду постановки. А. Я не люблю современную Аберетту. Я люблю старую. Я понимаю. То есть старую постановку. А? Старую постановку. Правильно я вас поняла? Да. Вот так? Я люблю ту Аберетту, которая была в моем детстве. Да. Она была прекрасна. Правда? Потрясающая. Аберетта – это прекрасная музыка. Замечательная. И, в общем, фантастические сюжеты. Прекрасные. Да. Так же Боэдера, Сильва. Цыганский барон. Цыганский барон. Цыганский барон. Вообще замечательно. Здорово. Спасибо. Да. И Алла Михайловна сейчас ставит много мюзиклов. Это, конечно, не Аберетта, но это близкий жанр. Моя прекрасная Лена. Сейчас вторая постановка готовится в Москве. Это все-таки в жанре Аберетты. Да. Потому что тут без вокала не обойтись, без танца не обойтись, без переодеваний. Вот весь этот контекст. Бурлеско, которому знаменита Аберетта, предшественник Кабаре, между прочим. Это же все-таки родоначальный Кабаре, потому что из Аберетты из середины 19 века пришло все это, начиная от Канкана и кончая Лайзи Миннелли. Абсолютно. Это тот же жанр, но только с развитием времени. Есть преемственность очень большая. И мюзикл – это американская версия Аберетты. Аберетты была в Вене и в Париже, а в Америке родился мюзикл «На злобу дня». Точно так же, как венская была. «На злобу дня» австровенки. Да, да, да. А потом еще, вы знаете, вот удивительное качество, которое я в себе замечаю с возрастом, пришедшее ко мне. Раньше я делала спектакли такие тяжелые, там Соломея вместе с Набоковым, какой-нибудь Достоевский, все такое прямо протягостное в нашей женской доле. А сейчас я не хочу вообще про это говорить. Я хочу говорить про какие-то абсолютно в результате праздничные чудесные вещи, которые случаются очень редко, но случаются в нашей жизни. потому что… Потому что климат поменялся. Абсолютно. Я считаю, потому что наш климат таков, что хочется в театре праздника, достаточно горе на улице. Да. Тут согласны сто процентов. Сто процентов. Что же нам переносить то, что мы видим? Да. Сегодня в Сибербанке побывал. Извините. В те очереди несчастных людей. Зачем это нам на сцене за наши же деньги? Да. Праздник. Праздник. Хочется праздник. А у Николана, скажите, пожалуйста, вот у вас темп такой, вы в таком темпе швете, туда-туда-туда, сюда. Где вы силы черпаете? Скажите. А вот Сашечка правильно сказала в любви, но я просто не понимаю, а почему их надо черпать? Они их не надо никуда, они есть и все. То есть бегаешь, бегаешь, бегаешь и все прекрасно. Диеты помножены на любовь. И ведь это правильно говорит. Сто процентов. Правильно говорит, потому что когда ты хорошо поел, тебе уже есть. Размарела. Размарела. А когда ты голоден, вот ты и бегаешь, чтоб согреться. Да, еще кто-нибудь что-то хочет сказать? А простите, а давайте вот вас, а потом вы еще раз. Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, наверное, новичок. Да мы сами все новички. Нет, нет. То есть я у вас для себя совсем не так. Я сходила на Патерина Пуловича. Очень много собиралась еще до изменений, после конструкции этой пакетки, там произошли какие-то изменения в вашем спектакле. То спектакле не было. Никаких изменений, просто я еще 30 человек из колледжа по просьбе Владимира Львовича взяла 30 человек. В общем, долго собиралась, что-то не получается, отъезд куда-то, какие-то моменты жизненные свои. И все мои подруги, друзья, уже видели и сказали, сходи, открыли себя. Вот это искусство. На самом деле, меня поразило просто, ну, я вышла от этого человека, я с сестеркой звоню и говорю, срочно мне все на почту. Алла Сигала, срочно об этом человеке все. До такой степени вот эта постановка произвела меня впечатление. А актеров, которые там играют, я знаю, немножко с другой стороны. Их волей в обычных спектаклях, драматических, комедийных, или первого замечательного артиста. Как вы смогли, и вопрос такой, как вы смогли это сделать с людьми, которые, в принципе, в хореографии, они, конечно, обучаются, но не на такой степени. Как это все передалось с помощью танца, вот этот роман? Значит, танцев, по-моему, никаких нет. Это все движения, основанные на бытовых движениях. Ну, слушайте, это некий метод Сигаловой, которым я пользуюсь. Это метод мотивации актеров. А насчет того, что вы говорите, что преподают, но не так. Вот Ира, например, Бегова, это моя студентка. Я ее знаю с 18 лет, когда она поступила в ГИТИС на курсах Петра Новича Фоменко. И поскольку я преподавала танец на всех курсах Фоменко, то это все мои дети. И хотя им уже за 50 некоторым, то все равно они дети для меня. Вы знаете, что она настолько талантливый человек, что мне кажется, что она может все. Вот мне так кажется. Я ее открыла с другой стороны как актрису. Это вы ее открыли с другой стороны как актрису. А я с ней сделала спектакль Фро. Это ее дипломный спектакль. И надо сказать, что это был 2003 год. И после премьеры вдруг уже очень поздно звонок звонит. Я беру трубку и не верю своим ушам. Алка, привет. Здравствуйте, кто это? Это Табаков. И говорит мне какие-то немыслимые слова. И после вот этого звонка я поняла, что обязательно нужно звонить, говорить хорошие слова. Потому что это был для меня абсолютный пример того, что ну чего Табакову звонить мне? Сколько мне там было еще там в 2004 год? Мне не такая уж, что я была прямо маститая. Ну хотя уже там чего-то все понятно. Но это все не... Понимаете, да? И когда человек в ночи звонит и долго-долго рассказывает о своих впечатлениях, какие-то... Это большой урок просто. Большой урок от большого мастера. Спасибо. И я бы еще хочу сказать, что Олег Павлович очень хотел этого спектакля. Потому что Лисков один из его любимых авторов. И когда накануне премьеры, в общем, он уже совсем плохо себя чувствовал. И он пришел к нам на прогон, он сидел. Потом сидел с артистами. Потом мы с ним вдвоем сидели у него в кабинете. Он долго что-то говорил прекрасное. Вот это все то, что остается. Для следующей книги. И еще одно замечание. Я хочу просто... Вот опустив глаза в пол, Александр ему сказать, как только человек говорит, что он сделал что-то, он невероятно начинает возвышаться над людьми, полностью доволен собой, то он перестает совершенствоваться. Саша, это не грозит. Я вам, нет, я о вас. Я вам желаю быть недовольной, то в примере, недовольной как собой. Знаете, что с этим мне очень приятно жить. Ну, нет, это не должно быть грандиозно, таким вокруг себя недовольством. Мне очень-очень за собой оставляет шлейф такой. Я уже жду, но я и могу лучше. Я могу на два-три процента лучше. Ну, так всегда и происходит. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Здравствуйте. На основе вашего творческого образования насколько было тяжело войти в этот мир грамматического искусства, грамматического театра? И я имею в виду саморепетикационный процесс, как с актерами будет легко и сложно работать в вашем начальном этапе работы в грамматическом театре? Дело в том, что я представляю собой абсолютно уникальную такую субстанцию. Потому что у меня за спиной, естественно, лучшее хореографическое училище мира, с лучшими педагогами, какие только могут быть вообще на земле. и ГИТИС – режиссерский факультет. Поэтому… А? А? Туман Фепперс. Еще раз вопрос. А что за метод Анна Сегаловой мотивации? ГИТИС – это долгий разговор. И нужно ли мне его открывать? Пока еще рановато. ГИТИС – это не только один вопрос. ГИТИС – это не просто. Занимались ли вы кантонизмом и методикой химики, которые не вы не знаете вообще? Да, я, естественно, знаю. Никогда не занималась, но наблюдала, смотрела на лабораторные работы. Ну, конечно, да. Конечно. Но на территории своей профессии первой я знаю почти все, к сожалению. Это не значит, что умею все, это разные вещи. То есть, да, я к тому, что используете ли вы этот метод? Конечно, конечно. Спасибо большое. Да, кто-нибудь? Пожалуйста, сейчас я на вас доберусь. У меня, конечно, есть вопрос, но вначале, если позволите, такое признание в любви. Я думаю, что, как и многие здесь в зале, многие знают ваше творчество уже очень много лет. Я не исключение. Первый раз я увидела вас на сцене в далеком городе Костомуша, Республике Карелия, когда вы приехали на международный фестиваль камерной музыки. И кроме того, что вы привезли замечательных балетных актеров, вы делали программу сами вместе с Алексеем Горьболем. Вот тогда я впервые увидела вас на сцене, и когда вы вышли с ботинками на руках, это было бесподобно. И с тех пор как-то я невольно стала все время, если так можно сказать, следить за вашим творчеством. И когда мы вернулись в Москву, не поверить, первый спектакль, на который мы пришли, это был спектакль в театре Пушкина «Ночи к обилию». И когда я увидела Урсуляк, я на нее посмотрела и думала, так это же Алла Секалова. Саша, я копирую фантастически. Потом был джам. Было непонятно, но это было прекрасно. Потом я видела практически все ваши вопросы. А грезы любви, то, что вы с Сашечкой сделали? Что? Грезы любви. Нет, к сожалению, нет. Потом замечательный спектакль «Кармен» танцевальный. Потому что я очень люблю сейчас это направление в театральном искусстве, когда языком танца именно делают целый спектакль. Был Балакармен. И ребята эти, очень многие ведь пришли в МХТ, и приятно очень их наблюдать на сцене. Ну и понятно, Катерина и Львовна. И мне очень приятно, что в моей жизни есть такой человек. Я с вас, как с женщины, тоже беру пример в вашем ухоженном виде, в вашем образе жизни. И если бы таких людей было больше, наверное, жизнь была бы прекрасней. А вопрос у меня такой. Планируете ли вы в ближайшее время какую-то работу на себя, как танцовщица? Хороший вопрос. Я сама у себя спрашиваю, хочу ли я выходить на сцену. В прошлом месяце я сделала страшную вещь. Я закрыла спектакль «Кастинг». Кастинг на советах. Да, и все грозятся меня убить, растерзать за это. Но просто я поняла, что для меня уже как-то, как сказать, я как-то задаю себе вопрос. А почему я должна с прекрасным Стасиком Бондаренко, которому 30 лет, играть в любовь? И что надо с этим сломаться? С какой стати? Мне кажется, что этого делать уже не надо. Вот, поэтому, значит, я это все прекратила. И, конечно, все очень в театре, как мы советуем, недовольны этим. Но пришла пора. И лучше это сделать вовремя, чем быть посмешищем на сцене и играть в любовь с молодым прекрасным, когда ты уже сама, в общем, не соответствуешь этому молодому прекрасному. Лучше раньше, чем опоздать. Насчет танца. Мой дружок Сережа Михалев, когда после того, как я родила Мишу, и для себя решила, вот все, я родила, мне 37 лет, все, заканчиваем с танцами. И я как раз с ним, на него начинала ставить спектакль «Циники» по «Марингофу». И мы искали главную героиню. Там я обращалась к Ниночке, она Ниашвили, к Илзе. И он вообще-то все время всех отвергал. А он мой друг, и на него, и для меня было важно, чтобы он одобрил мой выбор, потому что для меня это было важно. И что не предложишь, все нет. И какие-то аргументы даже правильные находят. Ты, в общем, как-то, что-то, все, все... Я говорю, что ты хочешь? Я говорю, какую ты хочешь? Он говорит, так. С завтрашнего дня ты идешь в класс и начинаешь заниматься. Я говорю, Сережечка, я не хочу, не могу, у меня все болит, отваливается, спина моя больная. Не хочу. Нет, ты это сделаешь. И я пошла в класс на следующий день. Я очень хорошо помню, наверное, неделю, это были муки мученические. И я стояла, занималась, и у меня вот так вот от боли лились слезы просто реально. И от жалости к себе я думаю, ну зачем я это делаю? Уже все, ну уже все схвачено, все в моей жизни прекрасно. Можно просто... И я в этом спектакле очень долго в результате с Сережей танцевала. И он мне сказал, пока можешь двигаться, ты должна танцевать. И я это очень, очень, у меня в голове это сидит. И, наверное, что-то надо делать, какой-то спектакль, какие-то предложения приходят. Но пока что это все не то, что мне нужно, наверное. Ну, в общем, короче говоря, я в процессе. Отлично. Я в процессе. Да, пожалуйста, кто хотел? Да, пожалуйста. Мы на вопрос, если позволите. Первое, читаете ли вы сами мемуары воспоминания других людей? Интересно ли вам это? Я только мемуары теперь еще не читаю. Я читаю... Вы знаете, я почти не читаю современную литературу, что неправильно, конечно. Я читаю мемуары, и я читаю классику. И мне, я с удовольствием перечитываю то, что читалось в 20 лет, в 25, в 30 лет. Потому что на каком-то совершенно другом восприятии сейчас все это перечитываешь. А вот ты как, Сашечка? Да. То же самое? Вчера читал Сеселя Биттана, его воспоминания о мире моды. Потрясающая модель. Да, это так. Воспоминания великолепные. Да. Спасибо. Если умным людям не нравится. Да. И второй вопрос. Это прекрасно, когда человеку есть что сказать, он это делает от первого лица. Но это кто-нибудь, может, даже из ваших друзей, может быть, даже Александр Васильев, предвожал вам написать книгу о вас. Вам бы это понравилось, или вы хотите о себе говорить только сами? Да и как нужно вам написать книгу? Это невозможно, мне кажется. Я думаю, что Алла знает себя гораздо лучше и знает перипетии судьбы. И уверен, что все мы потом удостоимся книг о нас после нашей смерти. Конечно. Когда нас не будет, и будут выспрашивать у тех, кто был в окружении. Это будет их мнение, взгляд, их отплеск. Будут цитировать воспоминания. Да. Как базу. Да. А зачем же нам сейчас, когда все еще молоды, свежи и хороши, мы еще не разлагаемся, уже про нас нет. Потом-то напишут. Конечно, потом напишут, естественно, но пока абсолютно согласны с Сашей. А планируете ли вы продолжение? А? Планируете ли вы продолжение? Планирую, 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 потому что есть огромное количество людей, которых я еще хочу рассказать. Спасибо. А потом, понимаете, с каждым месяцем все больше и больше накапливается событий невероятных. Потому что каждый день какие-то невероятные события и впечатления. И, конечно, хочется их зафиксировать. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте. Скажите, вот, мне кажется, и я почти убежден, что у вас есть качество, которое не часто отличается. Это умение, главное желание продолжать учиться профессии. И в том числе среди учеников своих. И вот можете мне сказать, чего вы продолжаете учиться? Что у вас продолжает удивлять учреждение глобальной информации в профессии? Но я имею в виду не почему появляется бездарный спектакль, а то, что вам, вы с таким удовольствием, благодарением принимаете это явление сегодня от учеников, либо от кого-то другого. Спасибо. Спасибо. Я удивляюсь только таланту. Потому что, ну-ка, а чему еще удивляться? И у меня огромное количество талантливейших учеников. И рядом со мной огромное количество талантливейших людей. Я вижу этот талант. Я и этими талантами восхищаюсь. И это то, что делает мою жизнь совершенно прекрасной. Я ответила? Я даже добавил. Да. Вот совсем недавно у Аллы Михайловны был юбилей в этом самом фойе. И ученики создали спектакль типа капустников, традиции художественного театра здесь. Это был букет талантов. Это были действительно ученики Аллы Михайловны, которые и пели, и танцевали, и создали даже микрофильм. Это было так замечательно и так спонтанно. Было просто удовольствие смотреть, насколько разнообразны эти ученики, над которыми Алла Михайловна так долго работала. И вот результат. Это соцветие уникальных молодых людей. Мы все любовались, а так как приглашенные были только деятели, работники этого театра, близкие люди из других театров, то есть творческая публика. Очень трудно ее удивить, потому что все творческие люди несколько со скептицизмом смотрят на талант других, потому что в театре есть и зависть, и злоба, и какое-то неприятие. А вот здесь был такой фейерверк удовольствия и наслаждение радостной красотой, что это было очень приятно смотреть, что для театра, в принципе, нетипично. Да, это правда. Это правда. Мое мнение. Студенты хорошие. Очень? В Туинпикс они просто... Вот они и делали. Они делали это дело, как у Туинпикс. Они же в Вале тоже принимали. А, конечно. Скажите, потрясающе. Я не прибавлялась, не могу. Они прекрасны. А там еще другие, с других курсов куча всяких прекрасностей. Они приют. Они замечательные. Да. Ответы к заказу еще. Да. А у них еще где-то спектакль? Нет, слава богу. Пожалуйста. Анна Михайловна, хотела бы присоединиться к словам, которые были сказаны. Спасибо. Вы замечательная женщина, я тоже вдвоем восхищаюсь. И я очень рада, что вы в этом мире есть, что мы пришли, и что я могу предать за ваши работы. Мне бы хотелось узнать, если это возможно. Подскажите, пожалуйста, какие у вас планы на работе, дальнейшие. Может быть, над чем вы сейчас работаете, и что вы хотите еще представить зрителю подниму, потому что вы могли сделать это. Спасибо. Внела. Я только что приехала с репетиции в Тавакерке. Мы репетируем «My Fire Lady», «Мою прекрасную леди». Вот это то, что состоится буквально в начале июня. Параллельно с «My Fire Lady» идет работа в театре Вахтангова над спектаклем по биографии Фиттжеральда, по его взаимоотношениям с Зельдой, его женой. Это такая потрясающая совершенно история. И вот идут еще эти репетиции. Плюс я делаю диплом на спектакль в школе «Студия 2». Это моя обязанность. Иногда я от нее увиливаю, а тут мне не хочется увиливать, потому что сейчас у меня прекрасный курс. Это курс Жени Писарева. И вот мы с ними делаем работу. Спасибо. Все так очень просто. Да. Можно? Да, пожалуйста. В дополнение к проекту «Будущие». Скажите, пожалуйста, у вас был замечательный проект «Серен Крик». Помните? Большой джаз. Это, да, телепередия, да. Ничего подобного не собираются. Ну, а тут не ко мне. Это не ко мне. Ну, кое-кто что-то собирается, но это будет, не будет, не знаю. Спасибо. Спасибо вам за это. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что предоставили возможность прийти сегодня с вами. У меня такой вопрос. Александр говорил, что вы в своих книгах затрагивали тему любви. Дело в том, что я еще к нему не читала, только сегодня приобрела. И читая ваше интервью в интернете, просматривая видео, вы восхищались своим мужем. Вот скажите, что было главным для вас в построении отношений между мужем и женой? Хороший вопрос, на который я не знаю ответа. Главное – любовь. А что еще может быть? Ну, ты. Куда? Взаимные чувства. Любовь только. Да. А уже остальное – это же… Вообще-то, семья – это тяжелый труд. Ты каждую секунду трудишься. Над собой, прежде всего, потому что ты должна сказать… Как сказать правильно? Можешь сказать? Потому что ты знаешь. Это ежедневный тяжелый труд на ковальме семейного счастья. Конечно. Где все состоит из цепочки компромиссов, которые должны идти так созвучно друг к другу, для того, чтобы результат был тот, которого желают обе половины. Да, потом, вы понимаете, еще, это очень важно, это система умения прощать. Абсолютно. Вот прощать. Сначала, я не могла понять… Не обижаться даже. Да, ну, это вообще… Это я вообще не испытываю это чувство вообще. Я не могла понять, когда во вторник Рома меня спрашивает, «А где у нас вилки лежат?» Я говорю, «Ром, ну, как это здесь?» Потом… В среду. В среду. Потом, вроде бы, в четверг промолчал, в пятницу то же самое. «А вилки-то у нас где?» Я говорю, «Так вот, ящик сидит». А, потом, значит, также вопросы там, «А где у нас лежат полотенца?» То есть… Как это может быть? Потом я поняла, что на какие-то вещи вообще не надо обращать внимание. Это есть что-то самое важное, самое главное, ради которого люди вместе. А не из-за вот этих вот какой-то глупостей, куда ты бросил там свою шапку или где ты потерял свои вот перчатки. Это вообще, да ради бога, да ради бога. Поэтому… И так же я вот к детям своим теперь, то есть уже давно я вот эту методику, я никогда у них ничего не спрашивала. Вообще, скажут – скажут, не скажут – не скажут. Я никогда ни на чем не настаиваю. Обязательно мы находимся в дискуссии. Ну вот как, а что ты, а вот это как? А вот я бы сделала «А». И я как-то пытаюсь вот этот поток направить. И то очень осторожно, чтобы, не дай бог, они не подумали, что я как-то на них влияю. Или что-то сама двигаю. Ну, это интуиция. Интуиция и желание счастья рядом с собой. Спасибо. Спасибо. Все? Нет, простите, извините. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас прошло всегда. Она есть на YouTube. Ну, нет, нет. То, что есть, уже есть. Просто я думаю… Хореографов больше нет. Все, которые были, это аудиклеры. Ну, они же… Респективы еще выстраиваются. Ну, а сколько хореографов, о которых хочется рассказать? Их не так много. Хорошо, естественно. Раз, ватор, четыре, пять – вышел зайчик погулять. Все. Вот на сегодняшний день. Мы родились еще. В нашем отечестве. В нашем отечестве? Назовите, ну, хотя бы, три имени. Кто еще, так сказать, в составе? В составе 33, потом... Я бы рассказала о каждом, но не каждый мне интересен. А рассказывать надо о каждом, кто работает. Но мне не каждый интересен. Так мне не каждый интересен. Вот видите, как мы с вами совпадаем. Это интересно, вот, на сегодняшний день еще есть такие... Кто мне интересен? Да, в отечестве, хореографии. Мне интересны все, потому что я свяжу за всеми в надежде, что когда-то я увижу что-то талантливое. И так происходит, иногда я вижу что-то талантливое. А с фантомией мы бы, значит, делать не имени, да? Вот не имени, ну, либо... Да сейчас приговор. А, значит, не имени. Ну, конечно, эта же часть тоже хореография. А сколько же в театре? А театр тюбей? Нет, совсем. Мини-гидезда? Ну, как так уж. Я бы говорила, так... А у Михайловны, что понятие за эти фантомии? Она сделала так много? Нет, много. А суп хорошо готовится, да? Суп не готовится, сразу признаюсь. А как? Я вот так, что как раз это интерес исключительно выставляет. Да, доктор, я... Он уже ответил на это. Здравствуйте, пожалуйста. А ну, нам уже ответили. Есть? Нет, я не... Еще есть какие-то вопросы, спасибо большое. Есть какие-то вопросы, или мы заканчиваем... Не подписи, а только в сессии. Да, пожалуйста. Подождите, пожалуйста, дайте последний вопрос. Последний вопрос. Последний вопрос. Здравствуйте, Леонидович. У вас живут впервые? Обычно в лёд. А так обычно просто на видео, на экране, потому что сейчас мне все кажется таким недоступным. И совершенно потрясающее впечатление от того, как вы говорите. От того, какая вы, конечно же. И мне просто интересно, как режиссер, вы тоже уверены в себе, когда вы ставите спектакль? Конечно. Или у вас все равно происходит какое-то чувство пояска, какое-то нужное плечо рядом? Вот как это происходит? Насколько вы так же можете легко и твердо говорить, как сейчас, зная о том, что вы хотите сказать? Или вы бываете все-таки в спектакле, что вы ищете и вы вдохновляетесь тем, что происходит здесь и сейчас? Я не знаю. Очень сильно. Вы знаете что? Я поняла. Спасибо огромное. Я, естественно, это путь. Спектакль – это путь. И спектакль – это не то, что ты пошел и купил готовое нечто в магазине. Ты должен это сделать собственными руками, собственными эмоциями. А еще плюс к этому подключить огромное количество людей, которые будут это реализовывать. Поэтому это путь. И на этом пути, конечно. И сомнения, и ошибки, и какие-то отходы от этого пути, и приходы обратно. То есть это каждый раз, когда ты делаешь спектакль, вот сейчас я собираю новую команду для нового спектакля, и я думаю, вот с кем я хочу прожить два или три месяца. Это мы вместе живем. Вот с Сашей я, слава богу, сделала уже сколько, даже не поищу, не поищу. Пять, наверное. Не больше. Ну да. Несколько спектаклей. Да. Ну вот это всегда наслаждение. А насчет плеча – мне не нужно плечо. Но если оно есть, я счастлива. Но это почти никогда не бывает. Профессиональная критика всегда очень нужна в установке. То есть есть какой-то совет человеку, который в этом что-то понимает, и может дать совет, что можно сделать, как это спектакль, по темпу или по образности, как это можно каким-то образом улучшить или каким-то образом поставить под сомнение, всегда надо выслушать. Поэтому на репетиции ведь приходят иногда профессионалы, и они дают очень верные советы. И даже после постановки дают советы. Вот я помню, как Людмила Марковна Гурченко, с которой очень дружила, она пришла на ее спектакль, посмотрела и дала ей целый ряд советов звезды. И они нужны иногда. Иногда мы слушаем и понимаем, что работать на спектакль на премьере может не закончиться, потому что все артисты растут. Они растут вместе с процессом творческим. И то, как они начинали эту игру и как они сделают через год, это две разные картины. И это тоже очень важно. Выслужи. Публика ставит свои огромные акценты. Никогда не знаешь, как тебя воспринят зал. И то, что тебе кажется гипергениально, публика не воспринимает в какой-то момент. И наоборот, она начинает вдруг фантазмировать по поводу того, что тебе показалось таким простым движением. И она смотрит и аплодирует, и дает другую длину спектакля, другую паузу смысловую. Плачет в зале. И это будет тоже все солнечности. Чувствуем эмоцию в публике. Потому что все равно мы в конце-то концов работаем не только ради себя, а ради себя важно, но и ради публики. Нам очень важно узнать, успех-то нам дает не наша группа профессионалов, а вот этот огромный зал, который приходит, успех-то нам дает, покупку этой книги, успех. Это вот вы, читатели, нам дают и посещение всех спекталей аулы, потому что публика, которая покупает билеты. Мы совершенно стоим, Саша, здесь на противоположных позициях. Абсолютно, да. И вот мне интересно было сейчас это выслушать, то, что Саша говорит. Я предпочитаю, чтобы никто сам ко мне не совался с советами. И когда что-то лезет, мне что-то советовать, может схлопотать по морде тоже. Но бывают советы людей, которые вместе с тобой, то есть не советы, это самое главное, это та команда, которая вместе с тобой работает. Это артисты, это постановочная команда. И вот их вклад, конечно, всегда огромен. А кто там что скажет, проходя мимо между булочной и мясным магазином или там ЦУМом? Слушайте, это ко мне разница. И иногда бывают спектакли, которые абсолютно не приняты публиками, но ты знаешь, что это абсолютно твоя удача и ты гордый тем, что ты сделал. Ну да, но публике нужно что-то другое. Я вообще не ориентируюсь на публику, потому что иначе надо тогда ставить кафе Шантан и приглашать все время Максима Галкина. Все будущее. Но по этой – да, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Спасибо.